Отдых на пляже, освежающее мороженое и прогулки под теплым солнцем. Многие белорусы искренне наслаждаются летней погодой. Однако, когда столбик термометра показывает 30 градусов и выше, стоит позаботиться о своем здоровье. Климатические изменения не просто вызывают дискомфорт, но и могут оказывать негативное влияние на организм человека. Во время жары происходит давление на сердечно-сосудистую систему, меняется пульс человека, как правило, больше учащается сердцебиение, возрастает частота сердечных сокращений, изменяется артериальное давление, чаще оно снижается, иногда резко повышается. Поэтому бывают случаи очень много гипертонических кризов. Поэтому очень важно, особенно людям, которые страдают с заболеванием сердечно-сосудистой системы, важно следить за параметрами пульса, частоты сердечных сокращений, за параметрами давления. Поэтому регулярно измерять. Не надо часто, не надо тревожиться по этому поводу, но регулярность нужно соблюдать. То есть утром, в обед, вечер питьевой режим соблюдает. Питьевой режим очень важно соблюдать. То есть нужно по мере жажды пить охлаждающие напитки, желательно просто вода с лимонным соком, с мятой, ягодные морсы, исключить сладкие газированные напитки, принимать легкую пищу, то есть богатую белком, но не жирные сорта мяса, никаких копченостей, лучше предпочтение отдать рыбным продуктам, очень много принимать зелени. Приветствуются ягоды, сезонные ягоды, так как они богаты витаминами, это тоже очень важно. Поэтому очень хорошо делать ягодные морсы. Для сердечно-сосудистой системы очень хорошо, когда много калия, магния в питании. Это тоже важно, поэтому нужно делать компоты из сухофруктов. Экстремально высокие температуры наносят вред и самому большому органу человека. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу и могут привести к онкологическим заболеваниям. Зная все о своей коже, вы можете заметить появление на ней новых новообразований, либо изменения уже имеющихся. Вас должны насторожить изменение цвета, формы, контура. Он может быть неровным, нечетким, а также диаметр новообразования более 6 мм. Способ защитить себя от рака кожи – это избегать фиолетового излучения. Мы рекомендуем следующее. Носите защитную одежду, например, рубашки с длинным рукавом, широкополые шляпы, солнцезащитные очки. Пользуйтесь солнцезащитными кремами с СПФ более 30. Наносите их за 30 минут до выхода на улицу и каждые последующие 2 часа при нахождении под открытым солнцем. По возможности находитесь в тени. Не находитесь на солнце с 10 утра до 16 часов дня, поскольку ультрафиолет в это время наиболее активен. Ну и, конечно же, откажитесь от посещения соляриев. При соблюдении всех мер предосторожности организму будет проще адаптироваться к жаре. Это сделает ваш летний отдых безопасным и принесет массу положительных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин